Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология» в студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмлева. И сегодня мы говорим о кризисе подросткового возраста. И я в студию пригласила практикующего психолога Наталью Рыбакова. Наташа, здравствуйте! Здравствуйте! Вот мы уже о многих кризисах говорили, да, но по просьбе наших слушателей сегодня мы уделяем целую программу как раз кризису подросткового возраста, потому что я поняла, что очень для многих это сейчас в данный момент актуально. Кстати, скажите, пожалуйста, актуально ли это и для вас? Для меня это очень актуально. Я мама 15-летнего подростка, который очень тяжело переживает подростковый кризис, поэтому я сейчас вот в процессе. Отлично! То есть мы уже будем говорить не просто какими-то такими теоретическими фразами, а мы уже будем говорить о практике. Абсолютная практика. Отлично! Итак, кризис подросткового возраста. Что это такое и вообще что такое кризис? Ну, кризис это, особенно для слушателей старшего поколения будет понятно, да, потому что мы когда-то учили в школе эту знаменитую фразу, когда верхи не могут и низы не хотят. Вот ребенок, он в таком состоянии находится одновременно. Кризис подросткового возраста это потрясающе важный и очень сложный период, причем сложный и для самого ребенка, и для родителей. Я всегда объясняю это так. Когда-нибудь видели, как змея меняет шкурку? Да, видела в фильме. И вот эти вот, может быть, пустые вот эти шкурки, видели когда-то, да? То есть, представляете, почему она ее меняет? Потому что старая шкурка ей мала, да, и она из нее вылазит. И это для змеи очень болезненный процесс. Она там удовольствия от этого не получает. Ей больно, да, она оттуда вылазит, потому что старым детство ребенку, этому человеку уже мало. Но при этом, когда она вылазит из шкурки, у нее еще очень нежная кожа. Она не нарастила вот тот панцирь, да, такой плотненькую кожу, она не нарастила. Она гиперчувствительна к любому прикосновению. Так вот, подросток это вот такая змея, меняющая в процессе замены шкурки и вот только что, да, сменившая ее. То есть, они вот безумно чувствительны. Им это, это очень болезненный процесс в первую очередь для них. Они сами, они не понимают себя, они не могут выстроить отношения с родителями, со взрослыми, с миром, со сверстниками. То есть, для ребенка, нам кажется, что ребенок себя ведет как-то не очень хорошо, по мнению взрослых, ребенок в этот момент сам себе не рад. Ну, потому что вот он был милый, хороший, добрый, такой послушный, все понимающий, да, и как-то в одночасье вдруг из этого милого ангела, появляются, даже словами иногда родители некоторые не могут говорить, они просто заменили ребенка, подменили ребенка, мы не понимаем, что происходит с ним, да. То есть, на каждое наше слово мы получаем какие-то огромные-огромные длинные непонятные выражения, там, то слезы, то еще что-то, и вроде бы как, да, мы слышали от педагогов, там, мы слышали там по радио, по телевизору читали газеты о том, что подростковый период – это все сложно. Но как с этим жить, спрашивают родители. Да, но сначала попробуем разобраться, что происходит с ребенком. Какая главная цель вообще у этого подросткового кризиса? Ну, по мнению довольно авторитетных психологов, да, у каждого возраста есть свой ведущий тип деятельности, да, который, если человек в этом периоде, в этом возрасте им занимается, то он получает максимальные результаты, максимальную пользу для себя и для своего развития. Так вот, в подростковом возрасте ведущий тип деятельности – это, к сожалению, не учеба, как хотелось бы. Как хотелось бы. Да, учителям, родителям и вообще всем, да, это общение. Об этом, наверное, все знают, но не принимают это. Потому что действительно учеба, к сожалению, да, для нас, для родителей, она отходит на второй план. И если родитель в этот момент вдруг начнет не позволять ребенку общаться со сверстниками, да, выстраивать коммуникации, да, выстраивать коммуникации, он нанесет непоправимый вред своему ребенку. Потому что все должно происходить в свое время. Детскими болезнями надо в детстве переболеть. И если сейчас ребенок, вот в этот дикий период, не научится выстраивать отношения, выстраивать иерархию по отношению к себе, выстраивать свои границы, выстраивать отношения с противоположным полом, потом это все дается с адским трудом, а кому-то и не дается. А иногда будет вообще плохо, да? Бывает очень тяжело. Приходят, когда девушки, которые уже подростковый возраст давно пережили, но не успели тогда по каким-то причинам, да. Научиться кокетничать, научиться, да, там, просто общаться, научиться. Это в 20 лет это очень тяжело, а в 30 лет это уже практически нереально. То есть вот это упущенное время его потом бывает не восстановить. Следовательно, получается, что в подростковом периоде для ребенка очень важно, во-первых, почувствовать, что я из себя представляю, узнать, да. А как это можно узнать? Наверное, тоже натыкаясь на острые углы, да, проверяя себя в отношениях, да, в каких-то ситуациях и не всегда в ситуациях, как это правильно, инкубационных. Конечно, конечно. В том-то и дело, что весь опыт человека достигается только методом проб и ошибок. И пока это подросток, эти ошибки не глобального характера, чаще всего, да, в 99% случаев. То есть их еще можно пережить, да, и пока еще мама с папой рядом. Сопровождают. Да, то есть они как-то, во взрослой жизни ошибки и потери, они имеют очень такое серьезное последствие. Именно необратимое. Да, потеря денег, потеря отношений, потеря семьи, да, кризисы, может быть, разрушение карьеры. Здесь пока нет. Здесь пока все не так сложно. И да, ребенок набьет шишки. Да, ребенку будет больно. Но я всегда говорю родителям, чужие шишки не болят. Да, болят только свои, только собственным опытом. И пока вот он у вас, пока хоть немного в контролируемом пространстве, дайте ему эти ошибки совершить. Пусть маленькие, да. Всю ночь играл в компьютер, например, да, утром опоздал в школу. Дайте вы ему опоздать в школу. Ну вот от этого в масштабах его жизни ничего не изменится, но, возможно, какой-то опыт ему даст. Да, он покупает какую-то, может быть, по-вашему, не ту вещь, да. Да, дайте ему купить, как-то у меня был разговор с папой, который очень так жестко поддавливал мальчика 13 лет, что вот в этой куртке, посмотри, там вообще в ней нельзя ходить, зачем мы ее покупаем, 3,5 тысячи на ветер. Во-первых, вполне возможно, что в подростковом среде эта куртка пошла бы на ура. А та, которую я заставил купить папу, она там вообще не котируется, да. Конечно, так и будет. Да. А с другой стороны, даже если эта куртка действительно совсем никакая, то ребенок бы получил опыт. То есть его выбор и твоя зона ответственности. Этот опыт для родителя стоил бы 3,5 тысячи. Ну, в общем-то, не самая большая цена для какого-то урока своему ребенку. Да, действительно. Вот такие образы. Хорошо. Ну, вот смотри, еще один важный момент, да, мы, входя в какой-либо кризис, выходим уже совершенно другими людьми. Выходим людьми где-то, может быть, там, чему-то наученными, там, да, с каким-то жизненным опытом, с какими-то уже эмоциями со своими, да. Ну, это все нам, как говорится, в коробочку, там, да, в жизненную. Да, в более высокий уровень, мы хотим, чтобы улыбить все. Да, да, то есть на следующую ступеньку, понимаете, да. Но ведь еще одним из очень важных факторов, я уже озвучила, да, то вот он такой домашний, весь такой милый, хороший, добрый, покланистый ребенок. И здесь он отвергает все то, что было для него когда-то ценно. Ваши слова для меня не имеют цены. Для меня не имеют ценности никакие семейные ваши устои. То, что для меня там раньше, да, я к этому прислушивался, теперь я полностью это отрицаю. Это же тоже какой процесс у нас получается? Ну, это процесс взросления, да, смотри. Почему я хочу покинуть как можно быстрее этот родительский дом? Не как можно быстрее. Мы сейчас достаточно поздно покидаем родительский дом, честно говоря, да. И вот опять же, ребенку малы те рамки, которые устанавливают ему родители. Самое-то тут такое тяжело для родителей. Ребенок развивается быстрее, чем мы родители успеваем за его развитие. Приспособиться к всем изменениям, которые происходят. Мне кажется, для родителей это даже более тяжелый период, чем для ребенка, потому что мы не успеваем. Он уже морально вырос, он уже готов с нами разговаривать не снизу вверх, а где-то на равных, а мы не готовы. Поэтому, когда ты говорила, что он был милый, замечательный, прекрасный ребенок, и сейчас этот ребенок стал другим. Вот слово «ребенок», оно ключевое, это уже практически не ребенок. А мы-то к нему относимся как к ребенку. А ему это не надо, он этого, его это оскорбляет. Исследователи проводили с подростками опрос, и оказалось, что для подростков, даже начиная с 5-6 класса, то есть они уже в подростковом возрасте, что их напрягает очень в отношении с родителями мелочный контроль. Мы как к детям, ты покушал, шапку надел, а его это возмущает до глубины души. Мы-то делаем как с маленьким, мы же 5-летним ребенка отправляем в садик, ну и шапочку завяжем, и покормим, и все спросим. И карточку совы положим. Да, и он будет этому рад, а этот уже не рад. А мы как поинерцы, мы действуем так же, как привыкли. Я до сих пор по себе замечаю, что меня просто тянет спросить, поел ли у меня ребенок. Я думаю, она взрослый человек, если захочет, она поест. Она только раздражается от таких моих вопросов, зачем я ей об этом спрашиваю. Я же не спрашиваю своего мужа, покушала ли ему, потому что он вполне в состоянии открыть холодильник. Если вдруг голоден, да? Да, да, почему я ребенку отказываю в праве быть, ну... Личностью, самостоятельной. Да, в том-то и дело, чтобы родители инертны в этом плане. Хорошо, а как тогда правильно разговаривать с ребенком в подростковом периоде? Как вообще правильно с ним выстраивать коммуникации? Каким образом дать ему понять, что ты другой? Ну, то, что он другой, он уже понимает сам. И он бунтует именно против того, что родители продолжают к нему относиться, как к ребенку. Понятно, мы-то понимаем, что ему еще до взрослого человека далеко, и что он многого не понимает в этой жизни просто в силу маленького опыта. А мы понимаем, но если мы будем с ним продолжать общаться вот сверху вниз, будет только хуже. Как не потерять, признавать за ним право на принятие, определенно, конечно, не всех, конечно, мы до 18 лет в любом случае за него отвечаем, но принимать решение, оставляем за ним право на ошибку. То есть на право принимать собственные решения. Вот это просто, мне кажется, волшебное средство, хотя для нас, для родителей. Это очень болезненно, да? Это очень тяжело. Действительно. Итак, если ребенок, мы ему даем понять, что да, ты имеешь право сам принимать решение, ты имеешь право сам реализовывать то, что ты задумал, но ты несешь ответственность за все то, что происходит в твоей жизни. Но мы подстрахуем тебя, потому что мы рядом, да? Вот это всегда, часто спрашивают, как мне вести себя, да, что надо моему ребенку от меня сейчас, возможно, он вообще уже в меня не нуждается. Очень нуждается, очень. То есть ребенок в подростковом возрасте, он в принципе не очень понимает, что с ним происходит, и в нем, вот, в нем одновременно сосуществуют несовместимые вещи. То есть очень часто ребенок, там, заходишь в комнату, говорит, оставьте меня в покое, пожалуйста, там, да. То есть ты такая, выходишь и сзади слышишь, ну вот я так и знала, что я никому не нужен. Одновременно ему и нужны родители, и не нужны. Он хочет и свободы, и защиты, да, поэтому вот это такой, ребенок одной ногой в детстве, второй ногой во взрослой жизни, поэтому его положение очень неустойчиво. Поэтому самая замечательная позиция для родителей, это быть не впереди ребенка, не защищать его грудью, не стоять сзади, там, для подстраховки. Это быть вот чуть сбоку и рядом, рядом с ребенком, как у нас ангел-хроники говорят, да, стоит за правым плечом, вот родители. Чуть что, я, да, я, да, я, вроде контролирую ситуацию, я свободно, я тебе не мешаю. Вот это, наверное, самая такая правильная позиция. Иди своим путем, да, я буду рядом. Да, да. Это для родителей более жесткая ситуация, чем для подростков. Ну, потому что надо перестраиваться, да? Да. Ведь нам-то кажется, что вот до 18 лет я как раз и проживу с тобой жизнь. А потом будет еще, да, как мне говорила одна мама, сначала ты поступил в техникум, потом ты поступил после него в институт, потом сейчас она говорит, вот ты выйдешь замуж, и говорит, я сама-то понимаю, что я ребенку все дальше и дальше отставляю время, когда она будет самостоятельной. Мне когда-то казалось, что вот тебе будет 16, и ты будешь самостоятельной, отпустить очень сложно. А сколько подростков, например, ко мне приходят на занятия, на консультации, которые просто при разговорах, при каких-то, например, когда проделываем какие-то методики, говорят о том, что нас родители вообще просто не понимают. Они как будто бы люди совершенно с другой планеты. Это люди, которых нам послали для того, чтобы нас за что-то наказать. И вот когда начинаем разбираться по ситуации, что ну что же такое в твоих родителях, да, то чаще всего складывается, что меня постоянно воспитывают, меня постоянно ущемляют, меня постоянно унижают, меня постоянно оскорбляют, мне постоянно дают понять, что я никто, что и звать меня никак. Ну это исходит из нашего такого совершенно неверного, но с веками не меняющегося представления, что если я укажу человеку на его недостатки, он тут же бросится их исправлять. Какое заблуждение! Никто, никто из взрослых так никогда не делает, но почему-то они уверены, что их дети обязательно начнут делать так. Или наши там партнеры, жены, мужья, да, мы думаем, что если указать на то, что было неправильно, человек тут же хлопнет себя по лбу, скажет, конечно! Как же так! Я теперь все понял, никто ни разу такого не видел, но все продолжают так делать, да, и то же самое мы проделываем с нашими детьми, то есть указываем на недостатки, которые необходимо исправить. И в итоге получается, понравилась мне очень фраза, ваша жизнь движется в том направлении, в направлении самой сильной мысли. И вот подросток сидит и говорит мне, мне все время говорят, ты учишься на двойке. Он говорит, я каждый раз думаю, лишь бы не двойка, лишь бы не двойка. В итоге получается, не двойка, потому что мысль-то только одна, а двойка. Ну да, то есть, куда фокус внимания направлен, туда все и идет. И еще одно такое небольшое заблуждение, что мы считаем, что на недостатки указать надо, а то, что хорошее ребенок делать, это само собой разумеющееся. Потому что вот он заправил кровать, так ведь и должно быть. Но почему мы считаем, что недостатки нужно, ну, нужно как бы ткнуть, да, а признать что-то хорошее, пусть это само собой разумеющееся. Мы почему-то считаем, что нет, нет, избалуем еще, да, скажем, что это хорошее, зачем-то. Таким образом происходит, хотя в принципе, по большому счету, затраты энергетические, временные, от тыкания носиком в недостатки до признания каких-то хороших вещей одинаковы. Что я скажу, что у тебя здесь плохо или здесь хорошо, я затрачу одинаковое количество времени и энергии, а результат будет вообще противоположен. Хорошо. Наташа, скажите, пожалуйста, вот каким образом с ребенком выстраивать отношения, если он постоянно, вот это состояние, постоянно грызается, он вас не ставит, ну, ни во что. Он считает, что он все уже сам знает, он все сделает так, как ему нужно. Ну, например, там, да, перестает ночевать дома, перестает, там, появляется, ну, да, так бы для него коммуникация, это прежде всего, это лучше всего, да, там, я заночу его друзей, там, еще где-то, еще что-то. Вот, как Вы считаете, вообще это позволительно для нашего современного мира не контролировать процессы? Вот ведь коммуникация, вроде бы, выстраивать, учиться всему там, да, на взрослой жизни. Как вот тут быть? Я бы сейчас сказала, что нет, все-таки родители, ну, рамки задают родители. Конечно, бывает такое, что подросток ведет себя, ну, совсем вызывающе, да, они приходят где-то ночевать домой, и если я это позволяю, то кто ему помешает в следующий раз даже не предупредить его идти куда-то? Понятно, что здесь... То есть вектор все равно задает родители с 18-летним возрастом, мы с Вами, да, понимая все нужды и цели этого подросткового возраста, да, тем не менее мы границы задаемся. У них есть на это и юридические права, и юридические рычаги этого управления, то есть понятно, что сказать ребенку, что если ты не придешь ночевать, да, я заявлю, что тебя все равно найдут, проблемы будут и у меня, и у тебя, да, но тебя найдут. Это очень страшно, потому что это действительно конфликт с законом, и родители сами не хотят в него вступать. Иногда идут на поводу у детей, говорят, ну, хорошо, то лишь бы там ничего не вынести на всеобщее обозрение. Ну, тут, как говорится, у вас сильнее характер, кто на большую поступку способен. Ну, а теперь хотелось бы прям практически такие рекомендации, как не потерять коммуникации, как вообще не потерять вот эту волшебную ниточку, связь с ребенком, который переживает подростковый кризис? Ну, чаще всего, вот сколько я как-то читала такой литературы, совет у всех один, разговаривайте с ребенком. А если он вообще молчит, ну, практически даже в том-то и дело, разговаривать очень хорошо с тем, кто хочет разговаривать. Да, а кто не хочет? А кто не хочет? А что вообще с вами разговаривать, родители, вы, что вы? То есть, если ребенок не хочет разговаривать, не надо с ним разговаривать, он сейчас не готов сейчас разговаривать, да, то есть... То есть, сидим молча? Ну, во-первых, вряд ли, мы с детьми сидим в одной комнате, сложив ручки и вот глядя друг на друга, такого обычно не происходит, да. К разговору должны быть готовы обе стороны. Если я сейчас готова к разговору, ну, хотя бы там, мне что-то интересное, да, а ребенок не готов, любое давление с вашей стороны вызовет по третьему закону или тону. Любое действие равно силе противодействия. Чем сильнее мы ребенка пытаемся продавить на разговор, тем жестче он нам отказывает в этом. Какой смысл? Бывает, если на ребенка не давить, вот я знаю по собственной дочери, мы очень тяжело переживаем подростковый кризис, и я понимаю, что если она сказала, так, я не хочу разговаривать, я выхожу тут же из комнаты, она потом все равно придет. И она расскажет даже больше, чем если бы я сейчас, вот, я бы продавила этот разговор. Да. Она говорит, мама, что тебе не нравится, я тебе рассказываю так практически все, что ты еще, чем ты еще не доволен. Поэтому, если вы будете давить, будет только противоположное. То есть мы родителям говорим, спасайтесь терпением. Терпение, терпение, еще раз терпение. Как говорил наш великий педагог Макаренко, почему-то незаслуженно забытый, да, что такое воспитание, это повторение, 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 еще раз повторение, да. Так вот здесь то же самое. Я пошла на разговор, чувствую, не идет, да, все, шаг назад, чуть-чуть подождали, да. Я еще раз сделала попытку, пошло, пошло, то есть тут взрослый в том положении, он знает, что такое жизнь, он понимает, как это все строится, коммуникация. Ребенок-то еще нет. И взрослый мудрее и умнее ребенка, и он должен искать вот этот подход, а не ребенок подчиняться взрослому. Ну и не ребенок точно будет искать подход к родителям. Конечно, он еще не умеет, во-вторых, ему это и не надо. Ну просто часто же родители говорят, но ведь он должен же понимать, что он творит, да, ведь он должен понимать, что нужно со нами просто прийти и поговорить. Нет, ребенок не будет. Во-первых, не понимает, во-вторых, как-то мне папа один спрашивал тоже, говорит, ну ведь почему так происходит, ведь он понимает, что делает плохо, он делает не то, он делает поступки, за которые потом придется нести серьезную, возможно, ответственность, почему он их делает. Я говорю, ну товарищи взрослые, мы ведь тоже с вами все понимаем, как надо правильно жить, да, мы же все знаем, что надо быть честным, ответственным, верным в супружеских отношениях, но мы же так часто не живем. Мы же живем, мы ведь тоже все понимаем, почему мы, родители, сами не умеем жить по верхней планке, а к детям эту планку предъявляем. Причем постоянно. Да, и он так, папа так говорит, ну я никогда об этом не думал, но ведь так-то правда, но ведь правда так не живем, мы не всегда честны, мы не всегда делаем то, что надо. Красивые поступки. Да, конечно, а детей требуем только это. Для него тогда это было откровение. Для меня сейчас это тоже откровение. Хорошо. Наташа, что еще мы можем посоветовать родителям? Вот прям практические рекомендации, которые вот сейчас нас слушают, слушатели, да, и они понимают, о да, вот это мне поможет. Ну, наверное, очень часто я сама себе задаю вопрос, как вообще обращаться с таким ребенком, который очень непростой, и все, что мне приходит, наверное, в голову, всегда, я этому сопротивляюсь. Я думаю, я не могу так сделать, но всегда приходит одно и то же. Ее надо просто любить. Вот как хотите. Причем, чем хуже себя ведет ребенок, да, есть такая поговорка, да, тем сильнее надо любить. Приходится любить. Потому что очень просто и очень тянет, да, показать авторитет, жестко наказать, закрыться, обидеться на ребенка, да, наказать ее игнорированием, молчанием. Самое страшное наказание. Уважаемые родители, он определенного предела работает, а потом нет. А потом просто какой-то обрубает. Да, и он все время шел на контакт, а он раз и не пошел. Он ведь сейчас взрослеет. Вы ведь таким образом не наказываете там своих подруг, своих там, своего мужа, своих, не знаю, там, коллег по работе, потому что это взрослые люди. И тут еще неизвестно, кто кого, да, передавит. Так вот ребенок входит в определенную силу, личность-то ведь растет. И в определенный момент не вы начнете его игнорировать, а он есть. Это в самом деле страшно. Это очень страшно, когда ты понимаешь, что рычаги управления, которые у тебя были, которые работали, теперь не работают. И теперь надо искать, теперь надо с ним общаться так же, как ты общаешься с любым взрослым человеком на твоем уровне. И эта перестройка очень близна для родителей. И прежде всего она строится на уважение. Да, но тебе кажется, как? Это же мой ребенок, он еще маленький, он еще ничего не знает, что такое 14 лет, какое уважение. И вроде бы я его уважаю. Это должно быть не просто на словах, да? Это очень сложно, когда твой ребенок вот так очень сильно отстаивает свои позиции. При этом, смотрите, кажется, ведь очень удобно, вот такое, как это называется, официально, как это, Саша, погодите, записала себе. Психологическое смирение у подростков бывает, когда, по большому счету, ведь родители и учителя объединяются, они точно знают, что для него хорошо, да? И получается, что они по одну сторону баррикат, а ребенок по другую. Это очень мощная сила, и мы на него давим. И вот до какого-то предела ребенок подчиняется, даже если кажется, что это несправедливо. И психологи называют такое состояние психологическим смирением, да, он подается давлению. А потом, наверное, такая раз и от полотенца. Либо потом очень мощный взрыв, да, потому что там силы накопились, и вот этот подростковый бунт во всей красе. Либо ребенок так и продолжает жить в этом смирении, и мы родители потом вдруг с ужасом обнаруживаем, что наш ребенок не умеет отстаивать свое мнение, своих границ, что им все помыкают. Он женится, либо выходит замуж, им начинает управлять вторая половина, причем жестко. На нем ездят коллеги по работе, и его не продвигают по карьерной лестнице, потому что он не умеет отстаивать свое мнение. Он как личность не созрел. Да еще и потому, что не прожил по-нормальному вот этот подростковый бюджет, когда можно было заявить о его, да, когда его отстоять, и пусть это будет, как говорится, с кровью. Это очень удобно для родителей, и потом очень ужасные результаты дает во взрослом возрасте. Мы почему-то думаем, что ребенок до 18 лет должен быть хорошим, послушным, нам подчиняться, быть таким вот очень хорошим, а потом ему 18 лет, так вот щелчок, и он вдруг самостоятельный, уверенный, ответственный. Как? Это невозможно так сделать. Чудес не бывает. Он либо проходит этот процесс, да, и учится быть таким, либо мы не позволяем это сделать, либо он делает это без нашего разрешения, с адскими разрушениями, да, либо он никак, и он вот в таком амебном состоянии продолжает жить дальше. Мы продолжаем программу практической психологии. Сегодня у меня в студии практикующий психолог Наталья Рыбакова, и говорим о кризисе подросткового возраста. Наташа, что, вообще, какие представления у родителей, вот вы практикующий психолог, да, очень много работаете с подростками, какие представления у родителей о вот этих самых переживаниях подростков? Ну, одно, наверное, самое главное слово, чем можно обрисовать представление взрослых о переживаниях своих детей, это примитивность, да, мы родители останавливаемся в своём представлении о том, что ощущают, что думают подростки где-то на уровне класса 4-5, да, потом мы не, как бы, не разрешаем им у себя психологически, не позволяем своему ребёнку на более какие-то глубокие чувства. То есть нам кажется, что он переживает, интересно, кстати, такое же было исследование, что родителям кажется, что подросток очень много переживает о том, как у него строятся взаимоотношения с родителями, что он переживает из-за ссор, переживает из-за конфликта с родителями. Учителям кажется, что подросток очень много думает об учителях и об учёбе. Ни о том, ни о другом. Он просто не думает. Он думает о своих взаимоотношениях со сверстниками. Поэтому мы этого не понимаем, не принимаем. И нам кажется, как он не думает об учебе? Что это за разгильяйство? А это у него в последнюю очередь? Абсолютно в том-то и дело. Потому что для него сейчас очень важно еще и то, что происходит внутри него. Какие чувства он испытывает по отношению к этой ситуации? Или к этому человеку? Как у него выстраиваются взаимоотношения, например, с этими же одноклассниками? С одноклассниками, с подростковой компанией, с самим собой. У ребенка в этот момент безумно критичное отношение к себе. Мы думаем, что он к себе требования не противляет. Ребенок противляет себе массу требований. Находит в себе массу недостатков и дико из-за этого страдает. Да еще плюс физиология, которая просто... Ребенок... Вы можете заметить, что мальчики, что девочки. Очень много стоят перед зеркалом. И если вы думаете, что он там красуется, нет. Он изучает, находит у себя недостатки. Он ищет недостатки. Слава богу, сейчас сравнить есть с чем. Все интернет-журналы и телевидение все пестрят красотками и красавцами. И ребенок сравнивает. И, конечно, сравнения не в его пользу. Да, плюс ко всему гормональные вот эти, да? Гормональные. Да, бури очень сильные. И ребенок действительно иногда не понимает, что с ним происходит. Причем эти гормональные бури отражаются на его настроении. Нам кажется, что ребенок где-то впал в истерику, где-то позволяет себе лишнее. У него настолько неконтролируемые эмоции, что он, опять же, сам себе не рад, да? То то ревем, то смеемся. Да, резко очень. То ревем, то смеемся, то спать легли. Очень часто бывает, вот у меня дочь приходит из школы и спать ложится. И сначала мне казалось, что что это такое, да? Что за детский сад? Ложимся спать тихий час себе. Это одна из зацепенностей. Да, это норма. Дайте, пусть поспит. Он потом лучше встанет попозже и выучит эти уроки, пусть поспит. Это не распущенность и не баловство. Потому что сердце, да, и сосуды, и мозг, и одновременно вообще все. Знаешь, мне очень нравилось, когда вот иногда смотришь, да, вот ребенок подросток, вот только что он был таким миловидным мальчиком, он вот раз, и уши выросли. Потому что у нас в подростковом периоде, на самом деле, вот вырастает все же неравномерно. Потом нога. Ноги росли, слазу. Слазу, да. Да, да. Или там, знаешь, вот эти длинные руки, А они же конечности сначала росли. Конечно. И вот с этим нужно как-то справиться. Но я всегда говорю, что через это прошли все мы взрослые. У нас все так же было. И носы росли, и уши, и ноги. И мы как-то ведь ничего, после подросткового периода эта жизнь тоже ведь есть. Когда родители говорят, что так у всех, это становится, наверное, полегче. Спокойнее легче. Да, потому что ребенок думает, что он такой один. Что все нормальные, все красивые, да. Сразу же умные. Все хорошо, да. А у него вот все через пень-колоду. И он ведь не знает, что бывает по-другому. Мы ведь смотрим на все через призму только самого себя. У нас нет других критерий. Вот он, да, каждый человек судит по себе, говорят. Потому что мы не можем, мы не можем перейти в другое тело и судить по-другому. Поэтому бедный ребенок думает, что только у него такие сложности. И каждый ребенок думает, что они только у него. Отлично. И тогда получается, что если мы, например, даже где-то иногда там с определенной доброй шуткой или еще что-то, мы даем ребенку понять, да, что все это пережил, можно пережить, совсем с этим можно справиться. У меня было нечто подобное, да. То есть мы ведь так, можно сказать, присоединяемся, да, вот к этому состоянию и разделяем это состояние вместе с ребенком. И даем какую-то надежду, что все будет хорошо. Если касаемо внешности, пожалуйста, у каждого ребенка, несмотря на угловатость, да, есть что-то точно хорошее. Вот обращайте внимание на хорошее. Разыщите в своем ребенке вот это золото. И взращиваем его. Хоть бровки красивые, хоть, не знаю, хоть ушки, хоть ноги длинные, все равно что-то есть обязательно, хоть волосы шикарные, там, у девочки, да. Поэтому акценты вот с этих прыщей, с всевозможных вот этих недостатков, которые... Сместить их просто. Да, надо просто сместить в центр тяжести. Хорошо. Можно ли учить и нужно ли учить подростка справляться вот с этими психоэмоциональными перегибами? Вот, или же оставить в покое, вот пусть переживает сам, как это все хочет. Или же все-таки, например, там, спорт, там, пробежка, там, душ, не знаю, ну, что-то вот такое, что, там, дыхательная гимнастика, что позволяет как-то тебе прийти в себя. Ну, как воспринимают? Ну, воспринимают, ну, вот, если это мальчик, то спорт – это просто обязательно. Потому что у мальчика гормоны бьют сильнее, да, и он, у него больше агрессивности просто потому, что он мальчик, поэтому ему надо это куда-то выплескивать, да, спорт – это просто обязательно. Если это касаемо каких-то таких вещей, там, как дыхательная гимнастика, еще что-то, ну, не каждый ребенок будет это делать. А ты взрослый-то не делает, знает, что так можно, но не делает. Мне здесь понравилось, я тут недавно листала, темы, английские темы, которые бывают на экзаменах. И там вот такая есть тема, ребенку предлагают рассказать о способах борьбы со стрессом. Объединенный. Ну, я спрашиваю своего подростка, ну, слушай, ты знаешь, как вообще можно бороться со стрессом? Он говорит, да, спать будешь. Шикарный способ. Да, но вот такие моменты, что даже, например, обыкновенный режим, режимные моменты, да, они же тоже позволяют, потому что вся наша психика, она все равно лежит на здоровой физике. То есть, если ребенок высыпается, если ребенок нормально питается, если ребенок, ну, принимается в семье родителями, ну, вот какой бы ты ни вырос, но ты наш, да, то, мне кажется, как-то так стабильнее личность такая, да, уже коньируется. У него просто фундамент есть, он понимает, на чему он стоит. А если какие-то просто вот эти выплески, ну, конечно, там, у меня ребенок очень любит, например, хлопать дверью. И я понимаю, что это хлопание дверью, я даже как-то не очень ругаюсь, папа у нас ругается, а я не очень. То есть, любая, любая агрессивная эмоция, то есть, это гнев, раздражение, агрессия, она выходит в способом резким, коротким, ну, именно действием. Поэтому мы так иногда совершенно неосознанно. Мы хлопаем дверя и выходим из кабинета начальника, когда он нас накричал, и вот мы не хотим этого делать. Но сила такая, и мы вот это делаем. Дай бог, если все хорошо, но это очень, это очень хорошо помогает. То есть, это должно быть именно действие, даже вот говорят какой-то, вот как японцы в коробке, да, действие на уровне горла, это тоже действие. Пойте, да, прокричите. Прокричаться, да, поэтому... Только лучше не на ребенка, там, да, а чтобы ребенок прокричался, например, там, на улице. Либо прокричался, да, либо вот, ну, у меня ребенок нашел свой способ, она просто бьет бумагу, говорит, мам, принеси мне бумагу. Газет старых. У нас стоят такие испорченные листы для принтера, и я просто ей даю пачку, и она просто вот их рвет. Причем не один листочек, а шесть, чтобы было. Чтобы было сопротивление, да? Да, она рвет это все, комкает, разбрасывает, и, похоже, помогает. Я вот такой способ никогда не использовала, а у меня пришло. А я использую, использую, и мне очень нравится, особенно вот даже с маленькими детками это великолепно работает. Да, еще вот когда вот мнешь, ты прямо, знаешь, прямо вкладываешь все свои эмоции в этот смятый лист. Это ерунда какая-то, да, ну что это такое? А потом так легко, так легко. Да, это резкое, сильное действие, куда ты прямо вот эмоцию выплескиваешь, потому что задавленные эмоции, это еще хуже. Да, то же самое, например, можно подросткам дать мяч и отправить их на футбольное поле, да, пинайте вот, да, вот пинайте, пожалуйста. Если они пойдут, конечно, если мы их отправляем, если они туда пойдут. Ну да, можно и не отправлять, они сами пойдут. Прекрасно, там у кого-то висят боксерские груши, прекрасная штука. Вот пару раз ударить по груши, очень хорошо было. Ну вот еще тоже мне очень понравилась, Кленка, она рассказывала о том, что у нас есть день разговоров. Да, то есть мы, говорит, это еще завели, когда дети были маленькие, что вот, например, вот в этот день мы можем друг друга, ну точно, там, я тебя выслушаю, точно с тобой поговорю, и какие-то результаты будут, да. И мы, приучив вот так вот ребенка к тому, что по четвергам мы общаемся друг с другом, мы, говорит, легко пережили этот подростковый период. То есть приходили и говорили, может, не в такой гладкой, красивой форме, там, хочу, да, но и в то же время слышали, да, хочешь будет, но вот можно кто-то. Но с другой стороны, получается, что остальные дни недели они к ребенку не сильно приставали. Да, то есть они знают, что вот есть отведенный период, да, будет четверг, и с нами поговорят. Ирина тоже знала, что вот в этот день прекрасная, прекрасная третий. Вот всевозможные способы ищите, да, потому что самое главное не закрываться, самое главное не захлебнуться вот в этих обидах друг на друга, да. Со стороны ребенка вы не думаете, что он когда-то одумается, как думает родитель, да, и придет, и будет там искать способы взаимодействия. Это вам придется делать всегда, товарищи взрослые, да, смиритесь, идти на контакт, искать эти пути, искать пути, сохранить эти взаимоотношения. Это наша с вами задача. Наши дети вырастут, у них будут свои дети, и своя задача. А пока наша. Да, и еще, мне кажется, немаловажно, я хочу прямо тебя сейчас спросить, а ты помнишь свой подростковый период? Да, помню. Мне тогда казалось, что я просто прекрасно проживаю свой подростковый возраст. А когда разговариваешь с мамой? Она просто не все знает. Отлично. Поверьте, мы тоже с вами не все знаем о наших детях. Да. Хорошо. И может быть это к лучшему, да, надо нам беречь нервную систему свою, да, потому что впереди же еще долгая и счастливая жизнь, да. Но, тем не менее, все-таки вспоминайте о том, что вы тоже были подростком, вспоминайте свои ощущения, свои эмоции, свои переживания. И мне кажется, вот это, кстати, состояние своих воспоминаний, оно сближает. Оно, да, дает, как-то ты понимаешь, что твой ребенок, это не самый ужасный ужас, который мог быть, что самые лучшие дети, да, например, там, когда-то в моем подростковом возрасте я была отличницей, активисткой, да, это просто цвет общества. Я ведь даже застала. Да, да, мы тогда как раз были знакомы, и цвет этого общества, люди, которые тогда были в нашей подростковой компании, это сейчас очень уважаемые люди нашего города, и я помню, как мы ходили ночью с этими будущими уважаемыми людьми и пили лампочки. И пили лампочки. Для чего мы это делали? Спроси сейчас. Я сейчас убей не помню, я спрашивала их, они не помнят тоже, но даже у самых лучших представителей, да, вот этого подросткового общества была тяга к разрушению. Откуда это было, зачем? Ну, потому что все, кажется, вот в подростковом возрасте, кажется, что все проверяется на сломе. Наверное, да. Наверное, да, и мы, несмотря на то, что были действительно хорошими, да, лучшими, мы тоже это делали. Поэтому, уважаемые родители, это все в норме, это все переживется, дай Бог, что все будет хорошо. Это не ваш ребенок такой ужасный, мы все это проходили, может быть, мы основательно это забыли, но мы все там были, точно. Ну что, главное из подросткового периода быть опять-таки все-таки друзьями, да? Однозначно. Причем уже в совсем других позициях, в позициях не сверху вниз, да, и не снизу вверх, а на равных. То есть в этом и есть суть подросткового, да, кризиса, что мы с вами с ребенком должны разговаривать на «ты», но при этом уважать. Да, признавать в нем личность, признавать в нем человека, давать ему право совершать, вернее, нарабатывать опыт и принимать собственные решения, даже если нам эти решения кажутся неправильными. То, что я могу со своей стороны, это выразить свое мнение по этому поводу, да, мне кажется, что это неправильно, я считаю, что так неправильно, но ты решай сам. Честно говоря, шансов на то, что ваш ребенок в этом случае к вам прислушается гораздо больше, чем если вы просто будете продавливать свою позицию. И навязывать свою точку за внимание. Потому что, не дай богу, решение, которое приняли вы, окажется ошибочным, ребенок потом всю жизнь будет вас этим попрекать, это намного страшнее. Ну и еще очень важный опыт, который мы нарабатываем, проживая подростковый кризис, это возможность понять, что я за человек и как я могу отделиться от этого самого родительского дома. То есть, момент сепарации, это тоже очень важно, потому что именно в такие моменты, когда очень больно кажется, мы привязываем, пришиваем своих детей к себе, и в итоге получаются инфантилы, которые потом в жизни без вас уже практически до пенсии и не могут. Да, и как потом их оставить, мы же потом очень переживаем. Такой ребенок либо не может создать семью, и бедные бабушки ждут появления внуков. А это не случается? А это не случается. Либо он эту семью, все-таки внуки появляются, но семью сохранить не может. Либо он там в очень подчиненном положении, и мы все время возмущаемся, что как-то, на ком же ты женился, в конце концов, ты посмотрели, за кого ты вышла замуж, ну, как сказать, к чему мы его готовили, то он и получил. Потому что сначала он подчинялся нам, потом он нашел человека, которому он может подчиняться в дальнейшем. Все логично. Ну вот, на этом мы, пожалуй, и завершим. Сегодня мы говорили о кризисе подросткового возраста. Желаем, чтобы этот кризис, если у вас таковой случился в вашей семье, стал ярким, да, в хорошем смысле словом. И чтобы вы ни в коем случае не потеряли взаимоотношения, коммуникации со своим любимым ребенком. Это была программа «Практическая психология». Сегодня со мной тему раскрывала Наталья Рыбакова, практикующая психолог. Ну а я, Надежда Бушмаревна, желаю всем любви, счастья и процветания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.